Ну и как сейчас? Нет, я вас не вижу. Это у вас что-то там? У меня очень хорошо работает все. Ну ладно, можно так просто поговорить с вами. Я ненадолго, Игнатий Михайлович. Слышно, да, меня? Ну я слышу. Вы далековато, наверное, от этого стоите. Ничего вам слышно? Да, мне хорошо слышно. Хорошо, говори. Хорошо, говори. Ну, Игнатий Михайлович, я вот не знаю как. Попрошу прощения, наверное, за своему, что он там позвонил или как. То есть у вас там смущение никак не было. Так, подожди маленько. У вас микрофон далеко от вас? Что-то гулка отдается. Да, нормально. Вот так. Так, а вы знаете, что Степан звонил мне? Ну он сказал, да, тот день. То есть я могу вам сказать там кратко, что было там, произошло. У нас разговор-то закончился с ним неплохо. Ну это он мне уж потом сказал. Да, и он даже, ну, похоже на то, что маленько что-то у него там потеплило. Что вот видишь, как... А на завтра такие известия поступили. Не сразу все, гора двигается. Ну там очень серьезно как бы все было. Видите, все началось с того, что ВКонтакте разместило видео «День вашей общины». То есть как вы там вот устав ей написала, настоящий строгий православный устав. И на своей страничке поместила и некоторым друзьям разослала. А получилось, что попало видео к священнику, которым мы ходим в храм, к которому. А Степа, он в алтаре помогает. И там этот священник, он как крутой. Священник не основной ненастоятель. Вот. И он как бы так категорически был настроен. И говорит, это секта. Меня слышно, да? Я слышу. Ну из-за того, что он сказал-то, что разве бык сделается Юпитером или Юпитер быком? Ну то есть у меня муж такой, он как бы, он, для него священники как друзья. И они то, что сказали, все это секта, это раскольники. Для него это как авторитетные люди такие. А вот попробуйте дальше не пускать из этого слова. Вы просто скажите. Вы утвердите это официально, потому что вас уловить-то никак нельзя. Вы языком говорите, а потом отрекаетесь. Ну напишите какую-то бумагу. Я вот, допустим, из секта, я сейчас напишу бумагу, с печатью дам. Но если вы будете давать эту бумагу, завтра всех отлучать надо будет. У нас служат епископы Московской Патриархии. Вы маленько-то подумайте, кто вы такие-то. Мы не просто, а нас они особо держат. В ипархии я выступаю. Выступаю только речь, говорю, час-десять минут непрерывно. И сидят священники, и секретарь говорит, под каждым словом могу подписаться. Что еще надо-то? Я вот это видео тоже отослала. Но бесполезно. Если у людей, как сказали, предвзятые отношения не дать здравое осуждение, то здесь вообще как закрытые глаза. Ничего не сделаешь. Надо успокоиться об этом. Главное, что не давать им никакого повода к злоречию. Мы ничего того не сделали, чем бы они могли быть огорченными. Вот такие, видно, да? Вот визитка. Ну, я вижу. И что? Такие визитки были, ну и распечатала. И женщина как бы проповедует там ходить по домам. Я не готова сейчас на данный момент. И единомышников-то у меня нет. И что я могла сделать? Ну, такие визитки сделать и людям раздавать. Вот. И в храме там положу, и там кто-то берет. И эта визитка попала к одной девушке, которая является как бы духовным членом этого священника. И у Степы еще, и вот это все в один день, все как комком свалилось. Он говорит, ты что делаешь? Какие там визитки раздаешь? Ну, короче, все визитки отобрал. Что он там их сжег или что, я не знаю, сделал. Вот так. Ну, очень сложные были. Юля, послушай. Наши визитки не у кого-то, а у Владимира Владимировича Путина. У Медведева, Дмитрия Анатольевича. У патриарха Кирилла. И у них не просто визитки, а я им всем послал бесплатно, начитанную моим голосом, Библию, Архипелаг, ГУЛАГ и Труды. И видели книги мои, показывали библиотека Путина стоит. Ну, вы-то какие? Я могу показать королевские библиотеки мира. И ни один священник ни разу, ни разу не мог показать, где что-то неправославное. Ну, вот мы не можем, ну, не можете, так это не означает, что их не надо исполнять правила. Нам никто не отменял. Какие же вы православные? Веру святую и соборную. А какое соборное? То есть, ты соборов не знаешь. Ну, а это, ну, да, вера священник. Они себя противопоставляют московской патриархии. Ну, как бы пишут. Ну, мне такая мысль, говорю, ну, если они противопоставляют, то есть, вы себя МП, то, получается, московская патриархия противопоставляет себя святым канонам правила, да? Интересно. Да, послушай, Юлия, вот какое дело. Вот только сейчас мне по моему телефону, вот по этому, у вас все равно не видно, позвонил какой-то человек. Это епархия. Я говорю, нет, не епархия. Это православные христиане. И он начинает вопрос. А вы спасены? Это сектанты все. Я ему начал рассказывать. Я говорю, знаете, этот вопрос отвечен будет на суде Божьем. В глазах Божьих мы, может, совсем не те, кем кажемся сами себе. Я говорю, вы этот вопрос задаете, вас научили, и вы думаете, вы спасены. Вы к нему даже не приблизились ни на шаг. Павел говорит, мы спасены в надежде. В надежде. И теперь многие потерпели кораблекрушение в вере. То есть они уже плыли. Они были в вере, пошли ко дну. Ну, кто вы-то такие, что на себя берете такую миссию? И вон, тише, тише, совсем. Прямо совсем. Человек другим голосом заговорил. Да меня простите, я огорчил вас. Ну, видно, что человеку доходит. Бог дает так. Ну, что я буду с ним спорить? Он не знает. Я должен спокойно ему изъяснить. Здравствуйте. Ну, у меня там, знаете, вот эти дней пять такие, как бы, ну, не то, что состояние отчаяния, а вот прям... Я думала, душа просила поста и маниплы. И у меня как раз в манипле была тот воскресень день где-то. Я открываю псалтирь, а там на середине примерно я получилась сороковой по шестидесятой псалмы. И там растор не врагов, то есть есть вот эти замысы. И прям я никогда так не понимала псалмы на себе. То есть это как будто от меня ушло. Хорошо, что дошло. А то Господь говорит, а мы сейчас молимся, Господи, укрепи Юлию, сестру нашу. И Степану открой твою истину, Господи, умягчи его сердце к ней. Да чтобы любовь-то, которая была, она вернулась. А не то, что я буду давить тебя, я там буду из рук вырывать что-то. Этим он не приблизит тебя к себе. Он еще это не понимает-то. Любовь, другого лекарства нам не дано. Не дано. Но мы с евреями должны бороться. Бороться с мусульманами любовью. Оказать какую-то помощь. Показать, как со Христом-то хорошо. Не надо себя подрывать, ничего. Мы довольствуемся малым. Ну, вы там, Игнатий Конечкак, как себя после разговора со Степан чувствуете? Ну, как? У меня еще первый день, видишь, молиться сразу начали. А вас, о всем родстве вашем, чтобы были сердца умягченные. Чтобы ничего не было лишнего. Но ему я многое сказал. Многое. И под конец он, конечно, я говорю, ну давай, я все это выставляю. Нет, не надо. Как это не надо? Да это мой ролик, я обязательно выставлю. Я тут мог наговорить такое. Я говорю, знаешь, Степа, слушай внимательно. Это Нил Сенаський говорил. Предвзятость не дает здравого мышления. А злоба, гнев вообще отнимает разум. И он к этому прилепился. И, так сказать, я тут, конечно, он говорит, я говорю, ты веришь, что ты от Бога? А почему ты гневаешься? Ты в гневе, в таком раздражении. А там, где гнев, там нет истины-то. Он говорит, может быть и так. Понимаешь, вот эти вот слова, что не стал оспаривать. Это уже, ну, что-то маленькое. Ну, видно, что человек в алтаре служит. Его сразу видно. Он не хочет ничего. Я, батюшка, сказал, между ними никого нету. У него батюшка занимает место Христа, Бога. Я говорю, на суде-то Божьем, когда Бог будет судить, написано, и оба упадут. Оба упадут. Он никак не может понять. А при чем тут оба-то? Я говорю, оба, слепец, слепца-то ведет. Оба упадут. Ты повтори себе-то, кому ты доверяешься-то? Он должен открыть тебе святую Библию, толкование от святых отцов, каноны церкви. Но он тебе ничего не может дать, кроме того, что у него заблуждение. Ты меня обличи конкретно. Вот там в Почаево, мной сейчас занимаются, там целую коллегию собрали, и ничего нигде нету. Нету. А мне говорят, да ничего, говорит, самоубийцы, что ли, чтобы заниматься вас вызвать-то. У них ничего нету. Вот. Я противопоставляю. Я чему противопоставляю? Да, заблуждением их. Вот сейчас он в сектант позвонил, я ему противопоставил. Но я его не стал долбить, просто показал, вы не церковь, у вас нет литургии, нет священства, нет таинства, и ничего и нету тогда. Сами себя надмиваете. Мы должны противостать греху. А там Бог разберется. Ну вот просто такое сошлось впечатление, что можно вот так обозвать, заклеймить, это секта. И все, и сразу все родственники, секта, а Юля в секту попала. Ой, какой кошмар. Все, они-то даже не разбираются, что там не вникает. А если будут даже смотреть, у них уже как шора стоит. Это сектант, и священник сказал. То есть, ну, своего сердца, души, отчей, как он, помолись. Сейчас везде пишут в интернете, везде, самая большая секта это Московская Патриархия. Они добились, что их уже не за верующих, ни за что считают. Вот и все. Вот доигрались с сектантами. Секта, кто? Те, которые, и дальше поясняют, которые отвергли священству, не имеют закон на рукоположную. Они даже этого не понимают. А у нас, епископ Евтихий, домодедовский епископ, патриарх Кирилл, они совершенно как тронутые, говорится, на одно место. А вот прислали там отец Павел, что-то у вас прощение просит. Вы прислали, а тут же, смотрю у меня, в диалоге он говорит, все равно это секта. То есть то же самое там. Что один священник, что второй. Они не могут больше сказать. Это сергианство, вот это и есть. Они предавали всех. Враг народа. И все, которые были священники, арестованы, патриархия А3-класть, врагами народа называла. А теперь канонизируют их. Канонизируют. Так что с ними разговор-то тут надо на другом уровне говорить. Я просто один вопрос ответил. Кто патриархию образовал? Сталин и Берия в сентябре 43-го. Еще тебе непонятно. А с какой целью? Главные лютые ненавистники веры и вдруг образовывают. Ответ один. Чтобы развозить заразу коммунизма по всему миру. Больше ничего нет. А можно спросить, а какой-то я не очень момент понимаю с юрьянством. То есть от патриарха Тихона все равно же идет рукоположение? Правильно? Я про рукоположение не говорю. Об образовании патриархии она нелегитимная. То есть патриарх Тихон никакого отношения не имеет к тому, что делал Сергий. Сергий Строгородский. Он не был заместителем. Он был заместителем вместо блюстителя. Это нарушены каноны, боремся. А вы его признаете? Да, конечно, признаю. Но нарушение остается нарушением. И какие обещания дали? Ваши радости, наши радости. Почитайте. Ну, я просто к разговору это прилагаю. Им не надо надмеваться, а надо плакать. Христиан первых называли Назарейская ересь. И херетиками считали. Так и написано в Деяниях Апостолов. У меня отмечает, что мы же там все, ну, вот эти дни, которые были, это все на взводе, что он визитки отобрал, ВКонтакте закрыл страницу, в Скайпе вас заблокировал. Что-то говорит, все, что с ним связано, чтобы в доме моем я не потерпел, ну, чтобы вообще ничего не было. Ну, еще, что они сделали? Это что, похвалу себе ставят? А они похвалу это ставят? Что-то такую подлость сделают? Тысячи людей лишили дохода хлеба духовного. Так это же все отомстится, что сеет, то и пожнет. За кулисное главное. А теперь, да, Скайпу там, Скайпу не трогали. Речь идет о Ютубе. В Ютубе они не заблокировали, а один ролик мой, что я будто бы его похитил, я не имею на ней авторских прав. А вот какой? Я преподаю в университете, я стою за кафедрой, батюшка Московской Патриархии снимает это все. Ну, и все это сняли, не подтвердилось, ничего нет. И тот, кто это сделал, он отозвал свое. Я, потому что встречный иск, будет суд, и они проиграют его на 100%. Там никого нету, кроме как те люди, которые пришли на занятия в наш университет, а этот университет не маленький, 21 тысяча студентов из 5 стран только, или из 12 стран тут даже, да, и они его, я будто бы похитил этот ролик, а смешно даже, я стою за кафедрой, у меня на это право, я преподаю, и вдруг я его похитил. Как? Объясните, они ни одно слово не могут сказать, они его не снимали. Снимает наш человек, батюшка, отец Иоанн, Суворов, из города Тула, Московская Патриархия. Ну, вы знаете, Игнатий Игоревич, вот когда у вас в Яндексе, например, набираешь Игнатий Лапкин, одно из первых выскакивает из живого журнала Рокурс вот этот, что секта Иглы, вот это, и многих это искушает. То есть, я открыла этот журнал, начала читать, там как бы полутакая правда и смешанная с ядом кривиты, и когда я, ну, что-то пыталась еще раньше давно что-то ответить, вы там такое, это, ну, неправда. Вот этот Рокурс отвечает, у тебя, у тебя голова больная, потом по другим именям я что-то, ну, без имени написала. То же самое, вы все больные головой, ну, то есть, таким раздражением, потом, я просто написала, это статья заказная. Кто это написал? Автор, никого нигде нету, из-под забора раздал сала, и больше ничего нету. Ты посчитай, что пишут про Путина, открой, Путина, заряди. Его и к расстрелу, и за решеткой, и там высказать нельзя, ну, и что из этого? Он остается по-прежнему президентом Российской Федерации. А патриарха, почитай-то. И он, и гомосексуалист. И он там что делает? Он остается патриархом. Нам дано не только веровать, но и страдать. И блаженны, когда имя ваше понесут, как не угодно. На меня это никак не действует. Если кому-то действует, он и так неверующий. Кому выпасть, из-за боемы Божьей, как говорится, Адам, говорит, был в раю и выпал оттуда, Иоанн Златоуст говорит. В раю был, ему ничто не мешало. А Ев сидел на гноище и попал в рай. Вот и весь ответ. Это было смешно. Вот они сказали. Ну, сказал-то кто, даже неизвестно, на кого сослаться там. Ну, если он сказал, ну, пусть выйдет тогда, давай поговорим там по скайпу. Никого-нибудь нету. С пустотой я не разговариваю. Ну, человек, если анонимно, там целую такую эту, а его в Яндексе, получается, одного из первых читают. То есть, кто такой, откуда он, кто говорит, что это вообще сектанты, не православие. Они даже не знают, что такое сектанты. В первую очередь, сектанты, отколовшись от Вселенской Церкви и не имеющие рукоположенного законного священства. Ничего этого нету. Они даже не знают, что такое. А дальше начинают, этого мало, тоталитарная секта. А, тоталитарная. Я взял и подал на них суд. Они вдребезги рассыпались в суде. Да нет, да это мы так про себя, да сказали, да мы этого не утверждаем. Тоталитарно это означает, я над всеми имею такую власть, что они своими деньгами не распоряжаются, ездить не могут, переписываться не могут. Ну, ничего этого нету. Нету. Ну и все. Никакая юриспруденция их не спасет. Но они попробовали один раз, натащили. Я для них как тащил, а зубы тащить-то, а зубы посыпались. У них нет ничего. Да, я просто поняла, что такое, как гонение, что ты себя не считаешь, что ты гоним, или там это. Но такое, я могу сказать, наверное, в чем интерес получился. То есть, такой резонанс среди ближних получился, среди вот Степина, особенно. А кто такой Лапкин? А что такое? А че это такое? А кто это? Раньше, хотя вот одному говорил, то есть, вот брату, мужу моему, священником хочет быть, я говорю, почитай к истинному православу, Игнат Тихоновичу, тебе как будущему священнику очень будет полезно. Ну, ну да, да, и все. И как вот людям неинтересно, наверное, развиваться, что ли, искать. То есть, что их семинария учат, то и достаточно. Нет, недостаточно. А вот представь себе, человек окончил семинарию, закончил академию, встретился с сектантами, пошел в сектанты. И случайно попадает ему моя книга. И он мне сразу ответил, я немедленно вернулся, теперь опять стал священником, а он не священник, как и диакон, кажется, был. Закончил там аспирантуру, докторанту, доктор богословия теперь, и по поручению патриарха работает в Иерусалиме. Кто он для меня? Они мне все, вы, духовный отец, мы через вас, я знать не знаю, мне некогда об этом думать. Я должен о своих грехах плакать. Сегодня мне один человек и говорит, вот что-то не ладится. Я говорю, ты мне один вопрос так ответь. Сколько раз ты вчера молился? Ну, да, вчера вот это, ну, ну, насчет общества, ничего и не было. Ну, мы двое с тобой разговариваем, но я тебе скажу, молитва, вот у меня считается одна, это три святые, сто поклонов, и своими словами. Но вчера у меня днем только 12 раз было, на равных мы идем или нет. Я 12 раз должен был со слезами предстоять за людей, больные, отовсюду звонят, и по скайпу, и так. Я просто, ты вынудил меня сказать об этом, ну, не на равных мы идем-то. Я тебе говорю слово Божие, ты не можешь принять его. Да я знаю, знаешь, скажи, о чем это говорится. Ты почитай мои стихи. Вот это выставлено там, что скажет Бог, то изреку и я. Каждая строчка имеет ссылку на Священное Писание. И что оно означает в сегодняшнем положении экстраполируя на наше время. Ты разбери одно стихотворение-то, и тогда ты сядешь и руками начнешь как мусульманин умываться. А я дала ссылку к Кристину Православовичу, когда была беседа организована, и вот одна пишет, я только открыла и сразу высказывание Лютера. Это что, православие, что ли? То есть, для меня это было просто знаком таким, что если у человека закрыты глаза и предвзятые отношения, он вообще ничего видеть не будет. Он просто будет искать для себя какие-то оправдания. Так. Ну, давайте я вот книгу такую и издал. Ну, там в передисловии говорится, что 40 лет собирал материал. Это ничего не говорит? Это не 2 года, не 4 месяца. Ну, а дальше-то я сказал, сказал так, не я, смотри, ссылка дается на апостола Павла. Со мной рядом Павел. Теперь ты найди, где он по-другому говорит. Дальше я ссылаюсь на Иоанна, на Петра, на Матпея, ссылаюсь на пророков. Со мной всех я перетянул. Дальше я ссылаюсь на и Прима-Сирина, на и Кронштадтского, на всех святых отцов. А у тебя ничего нет. Ссылаюсь в каноны 7 поместных, 7 вселенских, 9 поместных и 17 святых отцов. Книга, правил. Ну, у тебя ничего нет. У меня 1173 жития святых я ссылаюсь. У тебя ничего нет. И кому поверит судья, как Златоуст говорит? Кому? Ну, мы как вот со Степой, наверное, вчера прощения просила за свою грубость, которая лично ко мне относилась. Может, и к вам даже в чем-то там. И я ему говорю, ну, давай вот, как мы там компромисс найдем? Ты вот хочешь лишить меня общения с моими друзьями. Это же не только Игнат Тихинович, там и община, и мне нравятся занятия, которые у Игоря происходят там на дому. То есть вот это все, оно как пища для меня. Ты мне хочешь этого всего лишить? Ну, давай договоримся так. Ты вот мне позволишь вот это все интересоваться как мои ближние, да, родные? Что я могу тебе предложить? Я могу пока сдержаться, вот это не распространять, не приглашать беседы, визитки там. У них уже нет такого количества визиток. Тем более там женщина, женщина не богословствует. так, ну как, он говорит, я подумаю. Посмотрим, как смягчится он, еще или нет такого. Меня слышно? Я слышу. Дело в том, тут зашел один священник, главное, Сергия, по тех, много Сергий, и говорит, вот поверьте, говорит, пройдет, ну, я уж не беру 50 лет, лет 20 пройдет, Игнатий не будет. Будут рассматривать его труды, ну, что не нравится, выбрался, тогда, говорит, на шутку анонизировать. Вы, говорит, дождетесь. Сегодня вы не можете, не можете составить, я прошу, дайте мне суд, суд, меня-то еще судить, я весь перед вами. Речь идет о книгах, конечно. Вы говорите, и боитесь, чтобы даже выставили в интернете. А у меня в книгах запечатлено, в 450 городов в Королевской библиотеке имеют книги. Мне отречься никак нельзя от своих слов, потому что они запечатленные. Ну, выйдите один раз, ну, давайте соберемся где-то, ну, задайте вопрос, у вас же умные, это люди есть. Они говорят, что, самоубийцы, чтобы это делать? Вот и весь ответ. Люди же понимают, у них ничего нету, корыстолюбие, только одно, трусость и корысть, корысть и трусость. В этом все. Боятся друг друга, боятся священников, священники боятся и архиереи, архиереи боятся сенот, а патриарх всех боится подряд, любого монаха, его завтра еретиком провозгласят и раскол. Вот тогда они узнают, что такое раскол. От Игнатия ни один не услышал уйти из церкви, ни один, повторяю. Но когда монахи начнут трясти, посыпется все. Я поняла, у вас каждый день практически война идет. Ну да. Не все гладко вообще. Ничего нету. Понимаешь, если все так разобраться, да с позиции-то вечности ничего, и нету совершенно. Эти люди так привыкли жить в тепле, по защите. Батюшка им обещает взамен их свободы Царство Небесное. Свободу отнял, а дать он еще не может. Он не имеет. Он не может дать Царство, вопреки того, что установлено в Библии. Ну знаете, я как женщина, что вот я могу? Просто пока слушать вас, интересоваться, можете, если где-то разговор вести. Знаете, я в первую очередь о Степе скажу. Он превышает свои полномочия, когда берется за спасение. Она не причащается. Он мне главное это. Она не причащается. Я сроду не слыхал такое. Есть каноны, которые отлучают от причастия, на 30 лет даже. А чтобы каноны или что-то за то, что не причащается, такого нету. Они селом тянут к чаше. Я по неволе должен думать, там что, чаша у вас или что-то такое, что наводит на человека паморок какой-то. Что вы тянете к чаше? Чтобы к чаше тянуть, такого нет нигде. Ни в канонах, нигде нет. Наоборот. Златоуст говорит, лучше тело моё отдам псам, собакам, чем тело, Господне, недостойно причащающимся. Я недостойный, и всё. Вот я был, когда в лагере, освобожался, у меня борода была сбритая. Я освобождён, у меня дали, всё, я там на свободе, но я в храм не хожу. Ко мне священники приезжают на дом. Почему? Я сквернённый, и как слуги Давида, я сижу дома, пока не отрастёт борода. Вот и всё. А многие так делают, да пока ни одного не нашёл. Они этого не понимают. А мне это повредило нисколько. Во-первых, сколько людей новых пришло. Какие у нас были чудные беседы, это высказать нельзя. И проявилась подлинная любовь. Ну, естественно. Вообще не причащаться. Да нет. Ну, то есть, у меня вопрос в основном, как бы, тебе запрещать причащаться. Не то, что запрещать причащаться, а то, что крещение вам было как обливание. То есть, ну что... У меня в тазике, Игнатий Тихонович, это отец... Да, да, да. Это отец Юлина. Маленько, пусть подойдёт, если что, больше всего. Я пока так, что я... Ну, что вы все с бородой, я без бороды, я не знаю, разговариваю, как в одной, по-разному люди относятся. Ничего. Ничего. Вы же не в церкви. Да, ну, вот вопрос о причащении. Кому вообще можно, а кому нет? Вопрос. Пока человек не крещён, причащаться нельзя. Вот только об одном речь идёт. Я ему и ответил это. Я понял. Юля говорит, она не полностью погружена. Она может и не говорить, это сто процентов такие. Ну, понятно. Нас крестили ещё тайно в Саприсадепе. У нас тут тайно крестил, священник приходил, это было где-то, я скажу, 72-й или 73-й год. Нас крестили с братом царственного небесного. Подожди. Значит, в тазике. Я помню, что меня поставили, я ещё маленький был, в тазике, обливали. Вот. Просто водой обливали. Ну, как положено, ритуал был, всё. Ну, я вот не знаю, как вот считать, крещённый, а не крещённый, как вы сами думаете? Крещённый, в первую очередь, нужна вера. Подлинная вера. Кто будет веровать и креститься, что Иисус умер за тебя. Что это твой спаситель, твой авторитет. И ты никуда уже не отвернёшься, обещаешься ему служить доброй совестью. И после этого, руками законного священника, незапрещённого, трижды с головой под воду должен скрыться. Во имя Отца, и Святого Духа. Если этого не было, ничего и нету. Надо совершить это. Ну, понятно. Но, я видел священника, когда полностью погружали воду, но всё равно, вот что, благодать, я не знаю, почувствовали они там, или считали, они себя в священнике. То есть, такие вопросы, они больше к ритуалу относятся, но я думаю, самое главное – это вера, что внутри. Но Господь так не говорил, самое главное. Он говорит, от воды и Духа. Мы начинаем говорить, говорится, от Духа и от брюха. Так не пойдёт. А батюшки от песка ещё начинают говорить. Должен человеку веровать, и кто будет веровать, и креститься. 16 глава 16 стих послали. Евангелие от Марка. Знаете, что, не причащаться, что ли, за это? Это непременное условие, непременное. Рождение в воде. В воде идёт. Господь смывает грехи, внешне – это вода, а внутренняя душа, а то говорят, ну, главное – это внутри, а там внутри-то коснись, ещё и нету. Ты нарушил заповедь, и Господь… говорят, какая разница, обрезан, не обрезан. Ну, тогда вообще ничего нету. Понятно. Я, допустим, сторонник, чтобы, да, всё соблюдалось. Мы, как говорится, относимся, сказать, что у нас и старообрядцы есть, и всё. Да. Мы общаемся, и помогаем старообрядцам, и как бы тоже себя… Ну, мы, конечно, не соблюдаем то, что положено. За 300 лет ни один старообрядец не был в неполное погружение. И всех, которые из Никаньян приходят, вот из патриархии, все до одного крестятся, никто не спрашивает их. Почему? Потому что Бог усыновил это. Евнух и Филипп оба сошли в воду. Князь Владимир крестил не на берегу, а в Непр зашли. В Непр, в Непр. Христос крестится на Иордане. Картина Иванова мы посмотрим. Это один зал в Третьяковской галерее. Хорошо, Юля, что делать? Что ей, перекрещиваться, что ли, выходит? А не перекрещиваться. Она просто обманутая была, и всё. Нет, ну, что ей делать? Крещение принять, поверьте. Крещение. Крещение, правильно? Вариантов несколько. Вот мне сейчас звонят отовсюду, прям, я не могу сказать, откуда только нет там. К нам приезжали креститься из Германии. Из Германии. Нынче должны приехать с Франции. Это люди, которые у нас были из Бразилии, приезжали из Греции, даже трудно назвать, где не было. Священники, иеромонахи. Приезжают, принимают крещение, возвращаются назад и продолжают дальше служить в патриархии. Ну, не было крещения, ты без крещения в рай не войдёшь. Это не я установил. Ты мне зачем бы это говорить-то было? Но я обязан сказать. Обязан просто. Бог спросит иначе. Почему на дорогах даже соблюдать правила, потому что для безопасности... Игнать Тихин, себя перебью. Тогда ей что делать? Она может пойти попросить священника, её полностью погружат. Это с вашей точки зрения будет считаться окончательным? Или нужно... Всё, ничего больше не нужно. Там, пусть она сегодня пойдёт и сегодня примет крещение, разговор снятый. И она тут же причастится в этот день. А что ты взяла, что ты не полный поворот? Кто тебе сказал? Да, что присутствовало крещение. Она говорит, в царе поставили, но хорошо поставили, но в лентах все... Её крестили при мне, мы там не присутствовали. Это в храме у нас собор Никольский. Где ещё Николай II, как сказать, ещё был не царём, а принцем, или как там сказать. В этой церкви её и крестили в этом соборе. Я там не был, но вот что они могли, то они и сделали, как говорится. Там полностью, не полностью, это даже спорный вопрос, понимаете? То есть она маленькая, она вообще грудная была? Восемь месяцев. Вот замерите, пожалуйста. Я не знаю, как мне вас называть-то. Олег, Олег просто. Олег? Да. Ну, а визжать-то как? Михайлович. Олег Михайлович. Так вот, какое дело-то. Вот мы говорим о таинстве сейчас, но желаю я или не желаю, согласившись спасаться, я обязан войти в это русло. У евреев было обрезание, до Христа обрезание. Ну, другой считает, это ногти обрезать, не ногти обрезать, а детородный член кожицы у мальчика. Другого не было. А если я просто ножом погладил, не будет это обрезанием считаться. А обрезание прообразовало, прообраз был, тень, крещение. Крещение. А тут уже нет мужеско-полонеженско, все крестятся. Мы же ничего не можем добавить. И почему даже добавлять? Все сектанты, баптисты, еретики, все крестятся, полное погружение. Все до единого. Откуда это взяли? Кроме католиков. Ну, католиков, что он говорит, там ереси подзависов. Они головку погладят, как говорят, с водой смочат, чуть-чуть макушку. Но мы-то православные. Еще раз повторяю, князь Владимир на Крещатике крестил. Весь народ был в воде. И все до одного были погружены. Вот эту ересь, и вот что они... Я понял, я понял. А вы себя какой ближе к царопреческой относите? Все-таки разделение-то, оно и есть все равно. Никак. Мы относимся и по-прежнему сегодня к русской православной зарубежной церкви. Я понял. Мы были части, которые приняли акт общения, то есть соединение, которое с патриархией произошло. Я понял. Уставы у вас более строгие, наверное, все-таки. Очень строгие. К нам приезжают архиереи, служат здесь, у нас Московская патриархия. А если мы раскольники-юретики, их надо всех отлучать. Они-то здесь рядом, это все в интернете выставлено. Где бы мы ни были, где бы ни были, у нас отношения самые благостные. И патриарх бы приехал, мы бы приняли по первому чину и благословились. Ну ладно, понятно, спасибо. Слава Христу. Ну я рад, что с Олегом Михайловичем познакомились. Потому что мы ничего своего не ищем. Мы должны возвестить. А будешь ты, не будешь, завтра будешь кулить, как все. За это я уже не отвечаю. Я до конца был уверен. Ну вот я как маме объясняла тоже, потому что все так сразу воззвали секта. Я только начала маме потихонечку объяснять. И она мне уже говорит, ну да, а почему ты так вот степень говоришь? Я говорю, степень это известная. Может, степень тоже. Я говорю, смысл в том, что у нас ход в церковь сейчас неправильный. То есть вот, например, у знакомых мальчика крестили, когда крёстного позвали, и он начал символ веры читать. Священник, конечно, оборачивается, говорит, вы символ веры знаете. Он говорит, у нас почти никто не знает, кто крестит. То есть это показать того, что, ну как бы крестят, потому что все так делают. Какое-то вот языческое что-то там есть, наверное. Главное научать вере тому, что страх Божий тем, что вот ты согрешишь, например, аборт сделаешь или там что-то изменишь, значит, там столько-то лет и пяти дней. То есть нет такого страха. А потом человек живёт-живёт и доходит до того, что он кается, а потом узнает, что за все грехи он должен столько-то лет и пяти дней нести. Ну мне кажется, может, это милость Божья, кто узнаёт, что он не полностью крещён, не полностью погружён. Для него это как шанс жизнь начать заново. Мы находимся в Московской Патриархии. Это 70-е годы. Мы свидетельствуем о Боге. И вдруг у баптистов, а он сын пресвитера, сын, а у жены диакон, у баптиста, по-своему это. Для нас они никто. И он обратился к Богу. Поверил по-настоящему. И у него голос такой, он военный человек, офицер КГБ, если уж на то пошло. Представь себе. И он обратился. Мы добиваемся правильного крещения. Настоятель тут уперся никак. Потом он митрополит стал, Докукин, Гедеон. А тогда он был архиепископ. Поехали в Новосибирск, и на второй этаж, там у них крестильная, особый бак затащили, 70, кажется, ветер воды туда натаскали. Представь себе, он крестится, и двое ребятишек у него уже было. И вот, когда крестили, он пригласил знакомых лютеран. Лютеран. Посмотреть. Так две семьи у купеля обратились, видя эту красоту. А он теперь священник, батюшка, один из самых лучших, которых мы знаем. Это все в интернете выставлено. Вот и все. Мы конкретно можем показать плоды, когда правильно делаешь плоды. И при том, все эти люди патриархии. Когда меня не будет, люди будут думать, скажут, это что, какая-то эпоха-то была, сумасшедший попов. Вот сейчас, если будут копать люди, скажут, бронзовый век, а потом придут, одни стекла лежат. А что это? Никто не знает, что это социализм. Бутылки разбиты. Скажут, какая-то стеклянная эпоха была. Так вот сейчас у них эпоха безумия. Когда я делаю все для патриархии, если так пошло-то. Все до одного там, до одного. Притом священники какие, одни из самых лучших. И как ничего будто не было. Покажи веру, и без дела. А я покажу и сделал, весь сказ. Но они сказали секта. Скажите, а вы знаете, что такое секта? Напишите на бумаге, чтобы я знала. Ну, а я вам скину, и вы там прочитаете. Прям сейчас же и дам. Притом из словарей, из словарей там, атеистических, политических. Секта, отколовшаяся от церкви, не признающая священство. К нам ничего не относятся. Мы не откалывались, и у нас священники. Мало того, архиереи служат патриаршие. Безумие. Одно безумие. Что я могу сказать? Ну, вот не бодро, что ли? Сатана занял место. Дух луги вошел в уста. Игнатий, вопрос можно? С удовольствием. В Зурберной церкви я уже давно сталкивался, еще с 93-го года по казачеству. К нам и письма писались. Ну, любое письмо, любое, как говорится, обращение начинается, как бы, в состоянии московской патриархии. Вот в чем, может, загвоздка. То есть начинается, как бы, ну, не то, что хуление, ну, просто их недостатки, их нет. Все понятно, есть там недостатки, мы все-все-все знаем. Но времена меняются, может быть, все равно сближение, оно-то и есть сближение, все это идет, но все это впереди. Просто люди, понимаете, не каждый разбирается, и священники, допустим, наши, московские, они вот это вот не воспринимают, понимаете, что вы про них говорите. А люди между вами и ними, они, как говорится, как на журналах, понимаете? Как вот, я понимаю, что со временем сглаживаться и все это нормально будет, в чем-то придумано, и уже приходят, может быть. Да, коллег Михайлович, я ведь не говорю, когда к делу-то не касается, но когда они нарушают таинство в церкви, когда эпитемию не накладывают, абортница должна быть отлучена на 10 лет от церкви, а они ее через 10 минут принимают. Я должен сказать, канон это или нет, или я должен, я этого, как раз Степану я сказал, смотри, Степа, Степан, 3,18 языки или, если ты видел согрешающего и промолчал, Господь говорит, он умрет, но его кровь я с тебя взыщу. Но если я говорил, они не послушали, они погибнут, и кровь на них, а ты спас свою душу. Он не знает писания. Я согласен, что, допустим, жесткость какая-то должна быть, и с какой-то стороны, там, с вашей стороны, с зарубежной, кто-то должен следить, где-то послабление, а где-то и... Ну, люди, люди не до конца все это понимают, и, понимаете, сэрборд от этого идет. Они просто, и просто ругают, за что ругают, непонятно для них. Ну, пускай подряд посмотрят все ролики. Где я ругаю-то? Почему ругаю-то? Ну, вот смотри, я вам скажу. Все слова не начинаются не с беседы, допустим, не, как бы, не с общения, а начинается то, что вот они такие, они сякие, и сразу идет противопоставление, сразу отражение, они сразу не воспринимают ваши слова, понимаете? Не только ваши, но и другие, кто там связан с этим, то есть, вот это направление. То есть, сложности в этом, по-любому есть. я скажу вам, допустим, человек, который не расположен, как он? Я стою с одной студенткой и разговариваю, а она прихожанка наша. Проходит, рядом наша тоже прихожанка, но она врач, кандидат медицинских наук. Проходит, да ладно, ты не ругай ее, я ее останавливаю, вернись назад. Так, что ты сказал? Да я иду в храм, так вот, и гляжу, ты ее ругаешь. Ну, а ты слышал разговор? Не слышал. Я говорю, Настя, скажи, о чем мы говорили? Так о чем? Я, говорит, подошла по писанию вопрос, задала, вы отвечаете. Я говорю, а с чего ты решила, что я ругаю-то? Ну, я подумал, что ругаете. Вот и весь ответ. Если бы она прошла, она бы была уверена, что я ее ругаю. Я вообще не ругаю. Я свидетельствую. Я никогда не спорю. Он не понимает, тема закрыта, я ее снимаю с повестки. Я сказал, я свободен. Перед Богом я уже не отвечаю. Мне не надо сто раз говорить, убеждать. Да, все понятно. Но я обязан сказать. На мне это лежит. Бог говорит, я тебя убью за это, что ты малодушный был. Я погублю тебя. Это пророк говорит. Я этот голос Божий расслышал и поступаю, как Бог мне велит. Мне разницы нет, патриарх это или президент. Я сторонник, чтобы сближение московской патриархии, зарубежной, старообрядческой церкви, все равно, оно, наверное, Божий умысел какой-то, все равно какое-то сближение должно быть, наверное, не будет оно. Нет, не будет. Не будет никогда. Олег Грязович, не будет. Никакого не будет. Потому что патриархия ведет себя так, как соединяться с неверующими. Главное препятствие в них. Они агрессивны, малодушны и бестоланны. Потому что страх все победил. Корысь и трусость. У них тройная ложь. Ложь между прихожанами установлена по закону. Между священством и прихожанами и в самом архиерействе. Всюду везде ложь. Они знают, Андрей Кураев поднял, это голубое лобби. Если епископ, священник замешан в этой мерзости, он должен быть извергнут навсегда, как прокаженный. Они правила попрали, правила, каноны. Понятно, Игорь Курцович, но прихожане, они, как я говорю, как на жерновах перемалываются. Чему это приведет, неизвестно, но прихожане в этой сваре, как это задействовано, вот в чем беда-то. Кто-то понимает, кто-то, наоборот, начинается противопоставление. Между прихожанами борьба идет. И, можно сказать, до ссоры. Даже разногласия в семье идет. Вот как быть-то потом с этим? Ну, мы должны свидетельствовать, примут или не примут. Пророку сказано было, будут они слушать или не будут, а ты говори. Я это и делаю по прямому повелению Христа, Бога моего. Дай Бог, чтобы просто людей доходило, чтобы ссор между ними не было. Это как-то, ну, не знаю, мирно-немирно, но не до драки, не до развода, как говорится. Вот в чем дело. От меня-то что зависит-то? Вот он неоднократно об этом говорил. Я говорю, вы дошли до чего? Что развод узаконяете из-за того, что твоему самодурству она не подчиняется. Я говорю, тебе как имя-то? Степан. Я говорю, что как переводится? Венец. Твоя жена тебе венец на голове? Не она ли тебя спасет? Откуда ты знаешь, жена не спасешь ли мужа? А ты ее гнобишь. Ты за нее отвечать-то будешь. Как? А папу это одобряют. Они должны были бы его сейчас под запрет взять. Да какое ты имеешь право трогать ее? Она для тебя венец. А у достойностей причащения как вы к этому относитесь? Если какое-то нарушение есть, то... А вот как недостойно причащение это означает человек впускает в себя все болезни и смерть. Многие из вас больны, немало умирает. Из-за того, что... Больны и грешны, это естественно. Если она не причащается, никакой вины у ней нету. Нету. Никакой. Церковь это любящая мать. И бывало такое в истории, что женщина, жена изменила мужу. Ее надо отлучать от церкви. А муж заметит и начнет подозревать. А муж суровый может убить ее. И ей разрешалось стоять вместе с верными. Хотя она отлучалась на 12 лет. А муж, он ее не увидит, когда она причащалась. Она не причащается, стоит. А это вообще правила, они где писаны? Это апостолами, на соборах? Это книга правил. У каждого священника она есть. Если он их не знает, он не имеет права служить даже. Вообще, когда такие жесткие правила, когда они были сделаны? То есть, составляют? Она писана до конца восьмого века. Они в веках были. Первый собор при Константине Великом, 325 год, на нем было 318 епископов. И так по порядку 7 вселенских со всего мира собирались. По 400, по 700 епископов. По 600 с лишним. И 9 поместных соборов. Карфагене, Лодикий, Антиохии. И все эти правила записаны. И кроме того, правила святых отцов. Василия Великого, 91 правило. Допустим, они нарушают 44 правило Лодикийского собора. Женщина, да не входит в алтарь. А у них туда-сюда снуют. Зачем? Они нарушают правил. Я на службу бываю, я не видел, чтобы у нас заходили. Подходят к ступенькам поближе, да, но туда не заходят. Ну вот во вне, она же берется. Если вот мать у меня, да, она ей, как говорится, ее благословили убирать там. Никто не имеет права благословить, это обман. Ее оттуда надо вывезти и больше не заходило, чтобы... Тогда убираться там должны мужчины, я так понимаю. Понимаете, написано, еще говорит взрослому человеку. Вы никогда не рассуждаете, когда вас остановит инспектор, вы нарушили на красный свет. Вы тогда только будете умильно говорить. Ну можно, конечно, выхватить пистолет и стрелять, но до дома-то не доедешь все равно. Я говорю правила, без которых нет спасения. Мы православные. И я просчитал, что сегодня 719 правил в церкви. Из них 4... Значит, женщины ни под каким предлогом, ни под каким видом в алтарь запрещено заходить. Ни под каким видом. Даже маленькую девочку 8 дней крестят, ее в алтарь не заносят. А перед иконой Богородицы перекрестят ею крестообразно. А мальчика заносят в алтарь. А мужского пола кто может заходить? А мальчика заносят в алтарь. Но в алтарь мирской человек не должен заходить. Я вот чтец, ну как говорится, ефрейтор. Ну, я имею право заходить в алтаре, в алтарь. Можно и заболеть, можно чего угодно. Ну, я не рассуждаю. Просто я этого не делаю. И мы делом должны показать. Я был за рубежом в Нью-Йорке. Там за рубежная церковь. Ну, я это рассказал. И они-то заходили в алтарь уборщицы-то, убирали-то. А тут сразу все они испугались. А у них там ведро осталось. А как его ведро-то достать-то? Но они меня позвали. Главное, чтобы ноги не зашли. Я лег, они меня за сапоги держат, ноги мои наружи. И я шваброй ведро подтащил на пузе туда подполз. Так они как друг другу рассказывали потом? Ну, да. Это какой-то, да. Ну, страх просто. Боже, это такой прям... Страх, боже. У нас свечи чисто восковые. Я рассказывал не один раз, сколько... Сейчас восковые, Игнать Тихонович, сейчас восковые свечи уже много распространяются. Они мешают, может, они такой чистоты, но восковые свечи тоже в рамках я вижу и есть. Вот. Что-то постепенно, что-то там меняется по-любому. Ну, в общем-то, мы начали говорить с послушанием Богу. Вот этим можно и закончить. Если Бога человек не слушается, страха нет. А страха нет, спасения нет. Начало мудрости исчезло. А остальное уже не имеет твердого основания. Написано, проклят, кто разрушил основание. Понятно. Самое главное, чтобы понимание было, чтобы до абсурда тоже не доходило, вот эти вот... Чтобы все в рамках было, да. Вот так. Ну да, может быть, все-то как и будет, но... Дальше, как жить прихожанам, вот я не вижу. Это разделение, как в церкви было, может, промысел Божий, вы говорите, что соединений не будет. Да, вопрос над этим стоит, конечно, большой. Если я придумываю, пусть покажет, а то Игнатьевско-Лаптинское учение. Покажите один пункт, одну строчку, где я настаиваю на своем. Я ратую за то, чтобы люди исполнили написанное в Святой Библии, в канонах, то, что Бог нам повелевает. Понятно, что надо двигаться к этому, я согласен, я с этим согласен. Двигаться надо там, что же говорить. Тут выход такой только. Постепенно двигаться. Вы, конечно, как тесть, могли бы поговорить со Степой-то, Степаном-то, сказать, батюшке, который тебя одобряет, он никак не может поверить, что на суде Божьем их не будет. Он хочет за них спрятаться. Это неправильное мнение. Каждый даст за себя отчет Писания, говорит. Каждый за себя. Никаких батюшек не будет. На суде Божьем евреи будут искать Моисея, как бы искать. Он. А Господь скажет, на Таус говорит, а он говорил, из вас среды вас ставят одного, пророка, его, как меня слушаете, второзаконие. Вот и весь сказ. А у нас бабушка так постоянно, да это, что это, патриарх, он за нас отвечать будет. Как бы вот и все. Да нет. Отвечать будет каждый за себя. Это естественно, что там говорили. Каждый за себя. Писание так говорит. Первое Коринфянам 4,15. Когда предстанет перед Богом, и каждый за себя даст отчет Богу. Каждый. Никто ни за кого не сможет. Это сегодня. Думаем, что за нас там Матрона будет, или Серафим Саровский. Никого не будет. Они едва-едва сами спасутся. Написано, праведники едва спасаются. Они счастливы, где явятся? А не счастливы, это нарушитель канонов. А для Бога, разница нет патриарха, или обыкновенный пастух. Нарушитель есть нарушитель. С него только спрос больше будет. Я понял, Анастасия. Спасибо. Я думаю, мы с Юлей решим, чтобы она, как говорится, больше не было сомнений. Пусть она там полностью погружение сделает себе. И причащаться... В тот же день она причастится. Но Степан не успокоится на этом. В общем, дело-то. Он будет дальше ее давить. Теперь будет трепать. Не будет, Инат Тихонович. Просто мы... Я стараюсь к тому, чтобы потихоньку разобраться во всем. Чтобы было... Просто я не люблю, когда кто-то на кого-то ругается, хулит там вот это вот. Нет, ничего нет. Я вообще никого не трогаю. Когда они нападают, я разъясняю. Они говорят, а он нападает. Я им говорю, если бы на вашей стороне была наша правда, а я даю 136 свидетельств о крещении, да они меня бы не жуя сглотнули сегодня же. Да, но еще священники-то не каждый захочет крестить. Но Степан отдельно священник. Почему он все равно не захочет? Ну как, уезжаю, крещена, не детская. Я поговорю с любым священником. Я с батюшем поговорю. Поговорите со священником, и она крестится. А если не крестится, вместе с Юлей, приезжайте в гости. И примите полное крещение у нас 12 июля. 12 июля крещение примет Юля. Если меня в уши отпустил, еще он в жилье начнет. Игнать, тихо, да мы решим этот вопрос, вы не переживайте. Насчет приезда мы не только можем в это время приехать, мы можем и в другое. Я с дурберной церковью общался и раньше, и старобретцы, я говорю, у нас есть, казаки. у нас, знаете, казачество такая штука, что мы во все, как говорится, имеем отношение. Ну, так же, и стройно. Олег Михайлович, а вы спросите старобрядцев, скажите, за 300 лет у всех старобрядцев, а это есть беспоповцы, только 50 названек, хоть одного крестили без погружения? Ну, я так не общался, у нас один казак, я знаю, он сейчас священник у старобрядцев, вот, у них свое, там, наверное, митрополит у них, я вот не знаю, там, Корнилий, Корнилий, Корнилий. Ну, у них это все идет от митрополита к митрополиту, у них это все закон, я так понимаю. Законная, законная, а там Россия идет, они восстановили иерархию, это церковь, ее и патриархия признает за церковь. Ну, слава Богу, что они друг друга так более-менее признают, ясно. Хорошо, Ильина Тихонович, мы это, насчет приезда это видно будет, мы сейчас ничего не можем сказать. Вы только это, вот увидите, это вот, что мы разговариваем, другие люди из этого будут научаться, мы это все выставим. Мы же с батюшкой, который к сарабре, Патриархской церкви, ой, не к сарабряш, как к зарубежной относился, мы с ним общались, я его возил здесь по Уралу людей. Так вы поговорите, если он согласится ее крестить, это тоже настоящее крещение будет, все, но тогда местный смещенник, патриарший, будет ее давить. Вот этого батюшку, он рукоположен был в зарубежной церкви, потом его до рукоположения влагали Московской Патриархии у нас здесь, в соборе, вот такие дела с ним были. Нет, батюшке, это незаконно, потому что зарубежная церковь, когда они объединялись, никого не перерукополагали, а все это настоящая церковь, сразу же митрополит Лавр приехал чтобы он служил Московской Патриархии, это поставили условие, что он долго был рукоположен. Это еще при, по-моему, при Алексе, нет, при Алексе, по-моему, по-моему, да, Алексей Хтарон. Да, да, да. В 90-е годы еще это было. Да будет он благословен у Бога. Гатериныч, а как вы то, если будете выставлять беседу, а муж увидит, вообще, скажет, как-то, да нет, я не сторонник, таких публичных беседу там. Видишь, Юля, я поверил, что папа заинтересован и держись теперь рядышком. Пускай он сам проведет беседу, пойдет с священником, найди кого-то, которые дадут тебе полное погружение, а миромомазов уже не совершается. Я священник, у меня, у меня, священник меня с юноши еще воспитывал, у меня есть такой, как бы, духовный батюшка. Ну да, Так он наш тренер был, он такой, вонистый. Да, 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 больше ей ничего не надо. Он тоже сторонник вот этих мер, он все знает, но времена-то вообще люди без Бога были, сколько запрещали нам. Я говорю, у нас тайна хрестили, это в 70-х годах, тайна. На концептоне, даже не в церкви. То есть даже до этого без дела доходило. Не в церкви нас хрестили, не в церкви. Ну ладно тогда, вопросов-то нет больше, ничего? Ну, вопросов много, Григорий Иванович, может, даст Бог попозже, еще созвонимся. Давайте так, договоримся, что Олег Михайлович сходит, папа ваш, и там где-то переговорит, и сначала пойти к своим священникам, к своим, и поговорить так и так. Я ищу полного погружения. Мне больше еще не надо. Там без мира помазанья, потому что оно уже, если бы было. И это они сами знают, наверное, как делать. Знают, не делают, много будет бит из-за этого. Писание говорит, кто знал и не делал, бит будет много. Ну, все постараемся так решить, и я думаю, что, чтобы у нее не было потом этих, как говорится, в голове этих тараканов, чтобы она причащалась, ей можно уже будет. Она в тот же день причастится. Ну, это понятно, чтобы у нее не было вот этих, а то, надо сырбора за это тоже идет в семье там. А вот, когда они так селом тянут к причастию, это сильно настораживает. В этом есть что-то, только с обратной стороны. То есть на грех тянут. Она должна чистая, свободная от всех подойти. Я, знаете, как было на Тимовиче? Я где-то год назад Данила Сусоева читал книгу «Как часто надо причащаться». Он советует, ну, раз в неделю это идеально, ну, минимум раз в три недели. Как тут он на соборы тоже ссылается. И я причащалась примерно раз в три недели. У меня очень было много искушений, и мне доходило от того, что и бабушка, и муж, да ты недостойна причащаться, да как ты имеешь так право частно. Ну, то есть, а сейчас не причащаюсь, то же самое говорят. Ну, то есть, и так, и так. Это вы знаете рассказ, когда Хаджан Астередин там со своим шел. Он мальчика везет, осел-то, а все люди говорят, да смотри, старый идет, а молодой сидит. Он тогда посадил, сел старый, молодой повез, потом двое сели, потом осла на себе повезли, и люди все время осуждают, осуждают. Хоть как дело, тебя будут судить, потому что Бог тебя любит. Он испытывает тебя. Ты благодари за это, что гонят тебя, поносят, за степу, что говорят, только, Господи, не вмини во грех и обрати их, чтобы они познали. Это Игнатий Тихонович, а вы где, где место расположения ваше основное? Алтайский край или где это? Расположение, я из Барнаула сейчас разговариваю с вами. То есть, сам Барнаул, да? Это столица это столица Алтайского края. Сам Барнаул, понятно. Это город не очень большой, это 750 тысяч примерно. То есть, нет ни деревни, там ни за Барнаулом, а сам Барнаул. прямо я нахожусь в центре Барнаула, в центре. Игнатий Тихонович, я в Крым собираюсь ехать, ну, планирую вроде, не знаю, как получится, нет, Бог даст, нет. У вас в Крыму есть там знакомые, к которым можно пообщаться, там обратиться? в 13-м году мы проехали Крым вдоль и поперек. В Севастополе, Симферополе, там везде были, я в каждой библиотеке оставлял полный комплект 38 книг своих. Ну, я так, то есть, так в Крыму пока нет людей? Нет, нету, нету, проездом были и все. В Краснодаре есть? В Грузии есть, в Киргизии есть. А вот это в Краснодаре кто-то у вас живет, как живет? Михаил Кальмаев? Михаил Кальмаев из Кемеровской области, город Тимиртау. А в Воронеже это вот Алексей, Сергей парализованный. Я еще Михаил. Я просто недавно смотрела разговоры из Краснодара, тоже у него борода такая красивая. Да, это Кальмаев Михаил из Кемеровской области. Это недалеко от нас. Они приезжают сюда, прищащаются. Раньше в России всегда прищащались четыре раза в году в пост. А что каждую неделю и прочее, этого не было. Никогда не было за тысячу лет. Никогда. Это надо готовиться. Усиленный пост. А первые христиане чуть ли не каждый день прищащались. Правда? Да, первые христиане. Написано, но мы не знаем об этом прищащении или что написано, преломляли хлеб. А преломление хлеба это не прищащие еще. Может быть. Поэтому святые отцы половина за то, что вы прищащались четыре раза в году, а другие, которые чаще говорят. Поэтому ты себя считаешь достойной, ты иди. Но только многие больные немало умирают. Ты это должна иметь все время перед собой. Мы вот прищащаемся четыре раза в году. Сейчас вот прищастились недавно, рождественский был пост. Сейчас готовиться будем в великий пост и все прищастятся. Так, ну что, все? Да, Игнатиша, спасибо. Благодарю вас. Смотрите на себя. Да, я не знаю. Понял. Знакомы у меня все. Так что как-то разберемся мы с этим. Спасибо. У нас тут еще секретного нету, но это будет полезно для людей увидеть. Да, спасибо. Скрыто мне представят список моей вины перед ними. Все. Ладно, все, Игнатихни, с Богом. Все, с Богом. Отвечайте. Ага, до свидания. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...